Наш следующий собеседник уже находится в Москве, поближе, это Владимир Роженковский из компании Норд Капитал. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер, Даниил. Владимир, я, кстати, хотел, извините, вы энциклопедическое определение Черной Пятницы дали, это совершенно верно. Есть еще шутка очень расхожая в американской русскоязычной общине, только я ее сейчас цитировать не буду, но я надеюсь, что нас смотрит русскоязычная община, она знает эту шутку, почему на самом деле называется Пятница черной. Ну ладно, я извиняюсь, я вас слушаю. Хорошо, Владимир, вы нас заинтриговали, но, собственно говоря, вопрос простой, как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась вообще на рынках различных финансовых активов в этом году, был ли год хороший для менеджеров или он так соу-соу, и что вы ждете от года следующего? Ну, Даниил, смотрите, на самом деле, конечно, я вот сделал заметки для наших клиентов, для управляющих, по поводу того, какого ралли жду я, и будет ли оно, и на какие сектора необходимо обратить внимание. Я вот с вами согласен, одна из компаний, которую вы упомянули, Амазон, это один из моих фаворитов, по объему продаж он уже достаточно многих оффлайн-ритейлеров обходит легко. Но, вы знаете, я с большим недоумением пару дней назад обнаружил, и затем в нескольких изданиях цитировал снова и снова, что якобы американские управляющие, инвесторы ждут также рекордов и от банковского сектора. Я, честно говоря, не понимаю, что называется, откуда ноги растут, но одно могу сказать точно, что у банков сейчас проблемы. Вот вы видели последнюю эту историю, можно назвать ее скандалом. Банки хотят добиться от американских вкладчиков, чтобы они доплачивали им проценты за хранение денег. Вот один из моих коллег мне буквально сказал, что такая ситуация одно время была в банке Японии, и она привела к тому, что японские потребители забирали деньги из банков, покупали сейфы и хранили свои зарплаты и сбережения в этих сейфах. Но в Штатах такой вариант не пройдет, потому что в Штатах зарплату выдают чеками, и эти чеки депонируются в банки. Соответственно, если банки все-таки продавят вот этот маневр свой, то кончится это тем, что люди будут, ну, они не будут платить. Понимаете, менталитет абсолютно не готов к тому, чтобы люди доплачивали банку за хранение денег. Соответственно, они в день зарплаты будут так, как в России, приходить банкоматом и снимать оттуда всю свою наличность. И это будет колоссальнейшая нагрузка на наличные доллары в США. И вообще, может, поток наличных долларов мировой в этой ситуации очень сильно измениться. Это говорит о том, что у банков дефицит идей. По крайней мере, в направлении розничной, значит, ритейлового бенкинга колоссальный дефицит идей, каким образом генерировать прибыль. И, на мой взгляд, это очень тревожный сигнал, потому что, в принципе, банки пока что генерируют прибыль только на фондовом рынке. Так что я, в общем, не вижу особых идей. По поводу 2014 года, ну что сказать, у нас январь будет очень веселый. И февраль тоже, поскольку там будут два события небезызвестных в Вашингтоне, от которых дальше очень многое зависит. И я бы не стал сейчас загадывать на март, когда ожидается тейперинг, сворачивание программ ФРС. Я бы сначала дождался, с кем образом будет повышаться планка госдолга. И будет ли все-таки в конечном итоге достаточно серьезное повышение этой планки, чтобы к этому вопросу не возвращаться хотя бы до конца следующего года. Вот тогда рынки будут более-менее спокойными. И они могли бы продолжить рост при условии, что ФРС не будет сворачивать. А я предполагаю, что он не будет сворачивать. У него нет технических возможностей для этого. Владимир, спасибо большое. Владимир Роженковский из компании Норд Капитал был нашим собеседником.